Шведы проигнорировали моральные проблемы войны и играли на обе стороны. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Вы никогда не задумывались над тем, почему фашистская Германия просто не взяла и не захватила Швецию, которая уступала им военной мощи в несколько тысяч раз? Как ей вообще удавалось соблюдать нейтралитет, когда под боком был сосед в лице Адольфа Гитлера? К началу Второй мировой в Швеции было не более чем сто тысяч боеспособных солдат. Достаточно ли этого для открытого противостояния с немецкой армией, которая на тот момент насчитывала четыре миллиона солдат? Естественно, нет. Когда обстановка в 1939-м накалилась, состояние так называемого невмешательства Швеции можно было назвать лишь условным, благодаря посреднической деятельности шведского руководства в период вооруженных конфликтов. Премьер-министр Швеции Пер Альбин Хансен тогда выступил с заявлением «Мы никого не считаем своим врагом. В мыслях нашего народа нет места агрессии против какой-либо другой страны, и мы с благодарностью отмечаем заверение других в том, что они не хотят нарушать наш мир, нашу свободу или нашу независимость». Так почему же Уинстон Черчилль был так недоволен шведами? Ответ кроется на поверхности. Шведская железная руда была лучшим сырьем для Гитлера, ведь она содержала 60% чистого железа, в то время как руда, получаемая немецкой военной машиной из других мест, содержала лишь 30%. Производство военной техники из металла, выплавленного из шведской руды, обходилось казне Третьего рейха гораздо дешевле. Так что для Германии не было никакой необходимости оккупировать Швецию. Руда экспортировалась в Германию исправно по выгодным условиям. Шведы знали в этом толк. Немцам нужно было лишь защитить эту артерию от британского нападения. Оккупировав Норвегию, Германия поставила заслон между шведскими разработками железной руды и Великобританией, которая могла занять Норвегию и дальше войти в Северную Швецию, захватив районы, где добывалось стратегическое сырье. По этой причине Норвегия и попала под горячую руку, а затем и Дания. Кроме того, железные шахты находились в отдаленных районах Севера и при вторжении немцев шведские войска попросту взорвали бы их, обессмыслив роль страны в виде сырьевой базы для вермахта. Также Швеция предоставляла Германии право транзита через свою территорию вооруженных сил для ведения боевых действий на Севере. По сути, это был типичный факт приспособленчества, при котором Швеция была де-факто оккупирована, но только не в военном, а в политическом смысле. И этой гитлеровской оккупацией власти страны были вполне довольны. Ведь для них растущая Германия представляла собой великолепный рынок сбыта того, что добывалось или создавалось шведскими компаниями. Продавали по походной цене не только сырье, ту же железную и медную руду, но и созданные шведскими компаниями товары. Для оснащения немецкой техники использовали шведские подшипники. В Рейх шли корабли с металлопрокатом, оружием, станками, пиломатериалами. При этом Швеция через целую сеть финансовых агентов кредитовала экономику гитлеровской Германии. Экономически она делала все для того, чтобы нажить дивиденды на военных успехах нацистской Германии и ее товарно-денежных запросах. Несмотря на свой условный нейтралитет и помощь фашистской Германии, Швеция стала приютом для беженцев. В 1943 году она приняла восемь тысяч датских евреев, сбежавших из своей страны. В этом направлении работали также шведские дипломаты. Граф Фольке Бернадот провел переговоры с Генрихом Гиммлером, в ходе которых добился освобождение более пятнадцати тысяч узников концентрационных лагерей. А дипломат Рауль Валенберг убедил немецких генералов не выполнять приказы Гитлера, чем спас более ста тысяч евреев в Венгрии. Объявленный нейтралитет позволил множеству беженцев найти убежище именно в Швеции. Прогнозируя скорое уничтожение фашистской Германии, уже в августе 1943 года Швеция запретила транзит немецкой армии, вооружения и техники через свою территорию, а осенью 1944 года была прекращена торговля с Германией. В мае 1945 года произошел разрыв дипломатических отношений. Своеобразная работа на два фронта в статусе якобы нейтрального государства помогла Швеции относительно легко перенести военный период, сохранив при этом социально-экономическую и политическую стабильность, а также многие жизни своих граждан. Более того, в период войны, получив огромные доходы от торговых отношений с фашистской Германией, эта северная страна смогла значительно укрепить свой промышленный потенциал и создать великолепный плацдарм для экономического роста в послевоенное время. Вот так, друзья, пока миллионы людей погибали в огне сражений, защищая свои земли, шведский флюгер ловко подстраивался под ситуацию и преследовал свою выгоду. Хорошо ли это или плохо? Без ваших комментариев будет трудно разобраться. Также если это видео наберет 50 тысяч лайков, сделаю новый выпуск на другую историческую тему. А пока все, до новых встреч!